Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Суточное число заболевших в регионе превышает мартовские цифры, когда пандемия только началась. Областные и городские власти просят самарцев поберечь себя и окружающих и носить маски. Всеобщая вакцинация. На РКЦ «Прогресс» всем сотрудникам делают прививки от гриппа. Безработные граждане получат поддержку. На это в федеральном бюджете запланированы дополнительные средства. Горожане выбирают народного участкового. Победители регионального этапа отправятся представлять Самарскую область в Москву. «Танцуй, пока молодой» в Самаре наградили участников городского онлайн-конкурса «Танцевальный марафон». За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 123 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это число сейчас превышает даже мартовские показатели, когда был всплеск заражения. Городские и областные власти собрались на штабе по предотвращению распространения коронавируса и приняли решение усилить меры по защите населения от COVID-19. Так, например, общественный транспорт даже с места не тронется, пока все пассажиры не наденут маски. Такие же требования будут соблюдать и в торговых центрах. Закроют ли регионный карантин, узнала Мария Левина. За три последних дня заболеваемость коронавирусной инфекцией в Самарском регионе увеличилась на 25%, а если сравнивать с весенними показателями – на 55%. Если еще в середине лета в среднем сутки выявляли 49 заболевших, то сейчас эта отметка находится в районе 115-120 человек. В первую очередь заболевание опасно для людей, находящихся в группе риска, тех, кто старше 65 лет или имеющих хронические болезни. Тем временем самарцы на улицах перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Идет битком трамвай, 2-3 человека в масках, 2-3, всех возрастов абсолютно, значит, стоят люди уже группы риска. Они не чувствуют абсолютно того, что у нас сегодня происходит. То же самое касается торговых центров. Любой объект торговли, начиная, даже в аптеку заходишь, провизор там без маски находится. У главных наших должно день начинаться с этого. Что у него произошло? Какая у него структура заболевших? Где они заболели, эти люди? Чтобы остановить рост заболеваемости, самарцев призывают к ответственности. Сейчас как никогда важно соблюдать все меры безопасности, обрабатывать руки санитайзерами, в торговых центрах и общественном транспорте надевать маски. Кроме того, в Самаре снова усилят дезинфекцию подъездов и детских площадок. Глава города поручила районным властям контролировать работу управляющих компаний. Эти меры никто не отменял. Мы по этим мерам живем уже с марта месяца. Просто люди летом немножко расслабились, была совсем другая погода, и были совсем другие показатели по заболеваемости. Сейчас мы просто возвращаемся и напоминаем о том, что никто эти правила не отменял. Ношение масок, соблюдение дистанции и уважение друг к другу. Тех, кто не будет соблюдать меры безопасности, накажут рублем. Частным лицам за прогулку по улице без маски может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам несоблюдение мер безопасности грозит вплоть до приостановки деятельности. Штрафы взимаются и сейчас. За полгода они пополнили городскую казну почти на 3 миллиона рублей. Пассажиров, севших в общественный транспорт без маски, будут немедленно высаживать. Но главная цель, говорят представители властных структур и медики, не наказать, а предотвратить распространение инфекции. Здравоохранение обращается с посылом о том, чтобы снова профилактику поставить впереди лечение. Сталкиваясь уже с запущенными формами, мы, к сожалению, не имеем хороших результатов. Мы будем снова и снова говорить о том, что простые меры, такие как ношение масок, соблюдение определенных режим дистанции и гигиена рук, это достаточно эффективное мероприятие. Осложняет эпид-обстановку и сезонное заболевание гриппом и ОРВИ. Медики советуют самарцам сделать прививку, которая защитит, если не от болезни, то от осложнений. Не надо забывать, что помимо коронавирусной инфекции, у нас сейчас ожидается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эпид-порог по Самаре и по области еще не превышен по данным инфекциям. Поэтому призываю населения, обращаясь, о необходимости прививок против сезонного гриппа, что данная мера очень эффективна и необходима, тем более в данном эпид-сезоне. В каждом районе города создадут рабочие группы, которые будут проводить гласные проверки объектов потреб рынка. На контроле соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, наличие дозаторов и рециркуляторов. Если что-то из этого списка будет отсутствовать, то протоколы отправят в Роспотребнадзор, а потом и в суд. За несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для юридических лиц предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней. Если они также не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, все эти штрафные санкции приостановка деятельности могут быть осуществлены повторно. На самом деле режим повышенной опасности, он еще у нас существует, поэтому все рейды, которые проходили до сих пор, они будут проходить в повышенном режиме. Напомним, с начала этой недели в Самаре возобновили проверочные рейды в магазинах, парках, скверах и в общественном транспорте. Что касается последнего, то решено останавливать движение автобуса или трамвая, если пассажиры находятся без масок. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Василий Колодашов, Николай Сидоров. События. Время сезонной вакцинации против гриппа и ОРВИ. Врачи настоятельно рекомендуют всем сделать прививку до того, как придет волна простудных заболеваний. В Самарском РКЦ «Прогресс» прививочная кампания идет полным ходом. Это важное условие для осуществления космических программ, убедился Олег Зверев. Небольшая деталь, которая делает работоспособными ракетно-космические технологии. Прививка от гриппа. Ежегодно осенью сотрудники Самарского РКЦ «Прогресс» массово проходят противовирусную вакцинацию. Инженер Антон Гомонков считает, что ему повезло работать на предприятии, где прививки делают всем. Спасибо. Уколы переносит легко. С тех пор, как начал прививаться, ни разу не болел. Когда речь идет о стратегическом заказе – не до простуды. Это необходимо для того, чтобы я не болел всеми нежелательными болезнями, типа ОРВИ, простуды. Если каждый раз, когда будет болеть очередной сотрудник, наша работа будет замедляться. И нужно выполнять график объема работ по запускам, по сборке необходимых изделий на нашем предприятии. Время сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ наступает задолго до прихода новой волны вирусной инфекции. Тогда организм успевает подготовиться к очередной встрече с врагом во всеоружии. На «Прогрессе» уже привили полторы тысячи сотрудников. Вакцина доступна всем желающим. Очень важно создать иммунную прослойку у людей с хорошим здоровьем, с хорошим иммунитетом, чтобы довольно сложные вирусные новые заболевания не оказывали удручающего действия на здоровье людей. И то, что нам нужно создать этот иммунный ответ уже загодя, когда будет наступать грипп, тот сезонный вирусное заболевание, мы уже начали с начала сентября. Вакцина «Сови-грипп» практически не имеет побочного действия. С ней способность организма на достойный иммунный ответ многократно возрастает. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Ситуация, получившая резонанс в СМИ, не соответствует реальному положению вещей, заявил руководитель департамента градостроительства городского округа Самара Сергей Шанов. Речь идет о реконструкции заводского шоссе. Муниципальный контракт заключен с компанией ООО «Автодор Инженеринг». Работы ведутся в соответствии с графиком. Незначительное отставание, на которое обратили внимание депутаты во время заседания Комитета по транспорту в Самарской губернской думе, связано с незапланированными дополнительными работами по замене коммуникаций. Глава Самары Елена Лапушкина в начале следующей недели планирует выехать на место работ на заводском шоссе вместе с представителями Самарской губернской думы, чтобы проконтролировать ход работ. По контракту они должны завершиться к 30 ноября. Центробанк приостановил снижение ключевой ставки, а правительство предложило внести социально ориентированные бюджетные поправки в налоговый кодекс. Об этих и других новостях в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение регулятор принял в эту пятницу после заседания Совета директоров. Оно оправдало ожидания аналитиков, которые прогнозировали неизменность ставки в связи с ускорением годовых темпов инфляции и возросших рисков ослабления рубля. Напомню, до этого Центробанк уже снижал ставку трижды и, по мнению экспертов, еще может сделать это до конца года, если позволят экономические условия. Тем временем правительство предложило внести социально ориентированные бюджетные поправки в налоговый кодекс. Все средства, поступающие в казну от повышения подоходного налога с 13 до 15% для тех, кто за год зарабатывает свыше 5 миллионов рублей, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями. В то же время от НДФЛ предлагают освободить доходы, возникающие при предоставлении медицинским и социальным работникам помещений в аренду или питание во время введения ограничительных мер в связи с пандемией. Предпринимателей, находящихся под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы, могут освободить от уплаты страховых взносов на этот период. А вот на добытчиков полезных ископаемых правительство, наоборот, увеличит нагрузку. Минфин запланировал повысить НДПИ с 1 января следующего года в 3,5 раза. За счет увеличения налогов для нефтяников рассчитывают пополнить бюджет в общей сложности на 260 миллиардов рублей в год. По мнению экспертов, это приведет к негативным последствиям повышению цен и закрытию ряда компаний. Зато дополнительные средства в проекте бюджета на следующий год Минфин России предусмотрел на поддержку безработных граждан. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на предстоящие дни – 75 рублей 3 копейки. Американская валюта снизилась на 16 копеек. Евро – 88 рублей 96 копеек. Европейская валюта увеличилась на 33 копейки. Стоимость нефти марки Brent на 16 часов 18 сентября – 43 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Самарских студентов, окончивших московские вузы, ждут на работу в Самаре. Правительство региона планирует заключить соглашение с ведущими столичными университетами уже в октябре. Подробности в нашем следующем сюжете. Самара ждет молодых специалистов на работу. По информации регионального Минтруда, сейчас на рынке особенно востребованы инженеры, программисты, строители, нефтяники. Для начинающих специалистов действуют различные меры поддержки. Например, для студентов технических вузов действует закон о молодом специалисте. Сейчас в реестре 268 человек, которые получают господдержку. Также начинающих специалистов готовы принимать на практику крупнейшие предприятия региона. В этом году 92 предприятия предоставили для практикантов 340 мест. Работает и институт наставничества. У нас из областного бюджета предоставляются средства на наставничество. При этом здесь мы решаем несколько задач. Во-первых, ребята получают опытного наставника. И если касается нас проекта «Демография», то мы поддерживаем людей предпенсионного возраста, даем им возможность передать свои знания молодым ребятам. В Самарской области учрежден почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в наставничество. На работу в регионе ждут и самарских студентов, которые сейчас обучаются в столичных вузах. Как усилить взаимодействие региональных предприятий и крупнейших вузов страны, обсуждали в режиме онлайн-конференции в областном правительстве. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу развивать кадровый потенциал региона и обеспечивать работодателей необходимыми трудовыми ресурсами. Уже с прошлого года региональное правительство сотрудничает с московскими университетами. Студентам, выходцам из Самарской области, предлагают пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях региона. Развитие кадрового потенциала региона – это приоритетное направление работы правительства Самарской области. Для нас очень важно, чтобы те практики, которые уже сложились, еще раз хотелось бы подчеркнуть, перевести именно в системную работу, но и, безусловно, не только со столичными вузами, но и другими, где учатся молодые люди, выходцы из Самарской области. Для нас очень важно заключить соответствующее соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации, которое бы позволило предлагать варианты производительных практик, трудоустройства для самарцев, обучающихся в вузах других регионов. Необходимо снять все барьеры для роста карьерного продвижения молодежи в бизнесе, в системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личной и профессиональной самореализации. Уверен, что начатое правительство Самарской области работа по созданию привыкательных условий для молодых специалистов в регионе продолжит активно развиваться. Заключить соглашение с ведущими столичными университетами региональные власти планируют уже в октябре. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Они проводят бессонные ночи на работе и готовы протянуть руку помощи в любой момент. В Самаре проходит конкурс «Народный участковый». Местные жители выбирают лучших полицейских, которые достойны представить город на региональном и всероссийском этапах. Подробности в репортаже Анатолия Головко. За пять лет работы на своем участке Александр Пожаров повидал многое. Мужчина трудится в микрорайоне «Крутые ключи». Здесь ему приходится следить за людьми, которые освободились из мест лишения свободы, решать семейные и бытовые конфликты и даже спасать маленьких детей. Однажды участковый помог мальчику, который едва не упал с балкона. Родители отдыхали после ночной смены и не уследили за малышом. Мне пришлось залезать на балкон, снимать его с балкона, спустить на землю и после этого в квартиру данный ребенок был возвращен родителям. Жители микрорайона Александра Пожарова уважают и ценят, ведь полицейский готов прийти на помощь в любое время суток. Они считают, что мужчина, как никто другой, достоин носить звание «Народного участкового». Претендует на звание «Народного участкового» и хрупкая, на первый взгляд, девушка Алена Искандарова. За миловидной внешностью скрывается серьезный и ответственный сотрудник. Она пришла работать в полицию по стопам своих родственников. Отец Алены тоже в погонах. За долгие годы службы девушка не раз сталкивалась лицом к лицу с преступниками. Во время чемпионата мира по футболу она спасла мужчину, который внезапно почувствовал себя плохо. Времени на раздумье. Я приняла решение посадить его в машину и доставить в больницу имени Пирогова. Передала его в приемное отделение. Данный гражданин взял мой номер телефона и впоследствии позвонил, отблагодарил, пояснив, что у него был микроинсульт и что, если бы не я, то, может быть, обошлось все с отягачающими последствиями. Голосовать за «Народного участкового» будут местные жители. На первом этапе они выберут лучших сотрудников из Самары. Затем полицейские будут представлять город на региональном и всероссийском этапах конкурса. Анатолий Головко, Сергей Баскин. В Самаре стартовала подготовка к 10-му юбилейному параду памяти, который пройдет 7 ноября. На заседании Организационного комитета определили основную тему – город трудовой доблести. А также выбрали и несколько дополнительных, которые будут раскрываться в специальных проектах. Напомним, в прошлом году темой парада была «Солдатская слава». Что планируют в этом, узнала Елена Малютина. Основную тему парада «Город трудовой доблести» предложил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Представители Организационного комитета по подготовке и проведению парада памяти идею поддержали единогласно. «Кузбышев в годы войны действительно был кузницей оружия. Мы с вами получили заслуженное звание, оно обосновано исторически. Заслужено трудом огромного количества наших земляков, которые ковали оружие победы. Поэтому сделать такой акцент». В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне предложили одну из дополнительных тем – «Солдатские матери». Раскрыть ее собираются через историю семьи Володичкиных. Мать Просковья проводила на фронт девять сыновей, а с войны вернулись только трое. Обсудили и внешний вид памятного знака. Прозвучало предложение использовать разработку Антона Федоровича Васютинского. На серебряном полтиннике советского образца изображен молотобоец. Именно эта фигура, по мнению представителей Оргкомитета, отображает тему города трудовой доблести. Звучало предложение запечатлеть на памятном знаке и монумент славы, или рабочего с книгой, который украшает фасад Самарского театра оперы и балета. Представители администрации Самары предложили представить проект «Память, застывшая в камне» о трудовом подвиге жителей Куйбышева во время Великой Отечественной войны. Это один уникальный проект. Мы уже презентовали 13 сентября, в день рождения города. Этот проект нам позволит даже с условиями новыми, сложившись, или, дай бог, еще дальше будет ужесточение. Нам разрешено проведение мероприятия в ограниченном количестве на открытом воздухе. Поэтому вот этот проект, который может быть сцель на аллее трудовой славы, для жителей, микрорайонного родителей, ветеранов труда, ветеранов войны, учащихся и всех желающих, мы на этой аллее покажем. Памятными знаками и благодарственными письмами представители Ордкомитета наградили самарцев, оказавших содействие в организации проведения крупных патриотических проектов. Получила благодарность и Елена Рыжкова, руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары, а также Елена Чернега, заместитель главы Самары, руководитель департамента образования администрации Самары. Предложения проведения парада памяти могут быть дополнены. Патриотические проекты, посвященные этому событию, стартуют 1 октября. Елена Малютина, Константин Головин. События. Финалисты танцевального марафона среди инвалидов получили в подарок планшеты для дальнейшего творчества. Ведь свой танец для жюри нужно было записать на гаджет. Первый конкурс так понравился участникам, что организаторы планируют сделать его традиционным. С подробностями Сергей Кизоркин. Матвей Бруяк танцевать обожает, но только не на публике. Молодой человек – аутист, и особенность восприятия мира не позволяет ему раскрепоститься. Но когда мама предложила мальчику принять участие в городском онлайн-конкурсе «Танцевальный марафон», с радостью согласился. И с удовольствием станцевал с другом перед камерой. В итоге жюри признала его одним из лучших. Я очень рада, что сейчас такие форматы появляются, потому что это особая возможность для таких вот особенных детей. Не все, к сожалению, могут участвовать, так скажем, оффлайн, да, выступить и показать вот здесь и сейчас. И вот такие форматы позволяют ребенку раскрыться в своих комфортных условиях, раскрыть себя, показать свои умения, свои таланты. На категории участников танцевального конкурса не делили. На победу претендовали 25 человек в возрасте до 18 лет. Без подарков никто не остался. А 8 лучших танцоров получили еще и планшеты. Мы хотим общения. И дети хотят общения. А как можно общаться? Вот было очень сложно. И мы решили попробовать сделать онлайн. И мы сделали. У нас это получилось. Жюри оценивало выступление участников по следующим критериям. Оригинальность, эмоциональная выразительность и творческий подход. По каждому пункту выставлялась оценка по пятибалльной системе. Любое искусство, любой танцевальный номер, он или принимается, или не принимается, да, душой. Вот приняли, а потом уже начинали обсуждать какие-то детали. Конкурс настолько понравился всем, и участникам, и организаторам, что его решили сделать ежегодным. А в октябре для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет осенний калейдоскоп. Выставка дачного урожая. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В Самаре стартовал городской турнир по боксу, посвященный памяти заслуженных тренеров России. Участие в нем примут 120 спортсменов в возрасте от 7 и до 30 лет. Соревнования будут проходить в течение четырех дней. В воскресенье состоится заключительный бой. С открытия турнира репортаж Марьи Левиной. Большие победы начинаются в маленьком зале стадиона «Локомотив». Именно здесь на ринг городского турнира по боксу выходят юниоры и любители. Большая часть из них имеют амбициозные планы на будущее. Алексей Милкин занимается боксом только три года, но уже понял, что выходить на ринг – это не хобби, а дело жизни. Спортсмен мечтает об олимпийской медали, а пока покоряет городские и областные турниры. В городском первенстве по боксу принимают участие 120 спортсменов. Для удобства соревнований разделили на четыре дня. Открывают эстафету юные боксеры в возрасте 7 лет. А завершать состязание предстоит 30-летним спортсменам. Финал состоится в воскресенье. Состязания посвящены памяти великих тренеров, заслуженных спортсменов России и Советского Союза. Среди них – Ворщинин Анатолий Иванович, Дараев Виктор Кузьмич и Клещев Николай Михайлович. В Самаре всегда была основа бокса, основа бокса Самарской области. Ну и мы все гордились, мы все тянули за этим. И поэтому, когда не стало нашим сомненитым тренером, за то прекрасное время, как президент Федерации бокса, я решил, что они достойны памяти великой, большой памяти, чтобы дети видели, знали, слышали про них и проникались любовью к боксу. Ну и, конечно, понимаем и уважение к старейшим. Стать чемпионом, уверены тренеры, может каждый. Главное, чтобы у спортсмена, который выходит на ринг, горели глаза. А для этого необходимо его мотивировать. Главное, чтобы ребенок полюбил не бокс, а спорт. Чтобы для него была потребность. Ну, это спорт ведь тоже наркотик. Вот, и задача тренера сначала не делать из него чемпионов. Вот эти маленькие давать медали, медали, медали. Это портит. Это балует, балует. Но чтобы спортсмен был голодный, чтобы у него перед соревнованиями горели глазки. Победителя выберут в каждой возрастной категории. Лучшие спортсмены будут отмечены медалями и кубками. Мария Левина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в соцсетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, а также на наш Ютуб-канал, который покорил новый рубеж. 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова